Добрый день, дорогие друзья! Сегодня прямое просто будет обращение. Я вчера выложила материалы, не все еще, их значительно больше у меня. Еще буду продолжать выкладывать, все-таки буду я их выкладывать по результатам, по аутизму, по другим заболеваниям. И пошла обратная связь, пошла обратная реакция. Не зря мне говорил Андрей, не провоцируйте, не провоцируйте народ. Но, с другой стороны, информировать надо, результаты есть, работа есть. Это результат усилий родителей, в первую очередь родителей, по работе над собой, во второй – по работе над ребенком. А мы всего лишь были указателями, которые говорили, как работать. И в итоге мы имели результат. Когда результаты пошли уже готовые в интернет, нас просто захлестнула, реально эти два дня захлестнула волна писем, просьб, жалоб и так далее. И пишут нам, вот об этом мы сейчас и будем говорить, пишут нам письма, а-ля, спасите весь мир, вы должны нам помочь, у нас тут такое горе, ЧП, и начинают заваливать. Да? И когда начинаешь общаться с человеком, у человека есть какое-то представление, такое ощущение, что он попал на 2000 лет назад и общается с Иисусом Христом. Ребят, мы не 2000 лет назад, мы в современном мире. И в этом мире есть возможности, есть варианты, есть какие-то моменты, которые можно сделать, можно не сделать, можно пробовать. Есть сферы ответственности, опять-таки, за результаты, за все. Потому что, когда валиваются и кричат по своим шаблонам, и давайте, давайте, бегом, вы вот сейчас за нами побежите, будете играть в нашу игру, ребята, этого не будет. Этого не будет. Я предупреждаю всех магов, вот всех вот этих, которые мне писали вчера толпами, кого там надо было отшептывать, отгадывать, кого-то там надо было из магии доставать, из каких-то привязок и всего остального. Провокация на шизофрению и вот это вот все не ко мне. Не ко мне, господа. Когда вы пишете мне, мне пишите конкретно. У меня вот такое-такое проявление. Я чувствую, чувствую, не думаю, мне не важно, что вы думаете. Я чувствую вот это, вот это, вот это. И давайте посмотрим, можем ли мы помочь. И для того, чтобы мы начали работать, оплата обязательно. Если вы опять рассчитываете на манну небесную, то я не полезу в подсознание человека без разделения нашей кармы материальным планом. Никогда не полезу. Это сфера ответственности и это моя безопасность. То есть это мое решение. Причем в данном случае любые манипуляции финансовым фактором в дальнейшем, они не будут иметь значения. Самое худшее, что может быть, это когда я просто перечислю деньги обратно. Сумма идет небольшая. Вы понимаете, что аутизм не стоит 100 долларов. Я знаю, люди, чтобы вылечить своего ребенка, квартиры, дома продают и так далее. Здесь несопоставимые вещи. И когда я встречаюсь вот с этим в интернете, у меня просто раскрываются глаза. И я думаю, ребята, вы адекватны или нет. Для меня это служит приглашением, разрешением посмотреть, так что же там все-таки. Потому что те истории, которые мы выкладываем, вы понимаете, это, с одной стороны, невероятно интересные истории. Мной двигает интерес. Вами тоже навстречу двигает интерес. И только в этом случае мы работаем. Если вы думаете, что нами двигают программы спасения человечества, программы желания кому-то что-то причинить добро, то эти программы давно отработаны. Мы давно в балансе, в равновесии. И реально по жизни нас ведет спокойный интерес. Интерес погрузиться, узнать, как там все устроено, как все работает. Каждый человек для нас невероятная, интересная, открытая книга. Но в эту книгу нас должны пригласить войти, да? Нам должны ее дать почитать. Или нас выбирают, чтобы мы ее почитали. Тут варианты, как захотите. Поэтому все вот эти вот скоропалительные, давай-давай побежали, обязанные, концепции и так далее, это мусор. Его не будет. Если вы все-таки выбираете, чтобы мы с вами взаимодействовали, значит, вы пишете конкретные вещи, конкретные факты. Конкретно чувствуете вы, какие возможны в дальнейшем изменения, какие ваши ожидания, да? Потому что, опять-таки, когда мне присылает письмо человек с тяжелейшим генетическим недугом, да, и у него ожидание, что он на завтра исцелится, в лучшем случае, в лучшем случае, если там речь идет о генетических вещах, то мы можем зачистить карму, чтобы она вам в следующей жизни не прилетела. Но по физическому телу еще у детей, да, там идет реакция, и у детей есть изменения. У нас, например, сегодня есть положительный ответ по генетике, да, то есть там генетическое тяжелое заболевание, и произошли изменения. Но это не исцеление. Мы не Иисусы Христы, господа. Пожалуйста, не относитесь к нам таким образом. Просто этот вот трэш, я не знаю, сколько он будет длиться, который вчера, вот этот бум, вышел в интернете, и этот трэш не нужен. Должна быть адекватность. Есть тяжелые недуги, где-то можно облегчить, есть под ними какие-то кармические вещи. Значит, читайте кармические вещи, если вам интересно, можно зачистить. Вы будете знать эту историю, если вам это интересно. Да? А вот какие-то гарантии в таких случаях, или еще что-то, вообще это безумие даже об этом говорить. Да, то есть это ваши риски. Вы рискуете 100 долларами на то, что вы разрешаете нам посмотреть. И те, кто работал, они знают, мы когда работаем, мы предлагаем вам повторить, проговорить. То есть в данном случае идет взаимодействие. Вы сами решаете, менять вашу жизнь или не менять. Все, кто с нами работает, вы знаете, идут проговоры. Вот. То есть любые изменения вы вносите в свою жизнь сами. Говоря о влияниях, о воздействиях и так далее, это идет все с разрешения души. Здесь не влияние, а воздействие. Здесь душа берет, душа разрешает, душа позволяет, душа делает. Мы ей даем наблюдателя, наблюдателя. Поэтому все остальное, если вы не слышите свою душу, то берите и тренируйтесь. Мы за вас вашу душу слушать не будем. Да? Это сфера вашей ответственности. Блин, я понимаю, насколько же сложно в нашем социуме с теми представлениями, которые жесточайшим образом сформированы, с теми программами, которые сформированы, и приходить в эту игру с теми вещами, которые видим мы, и мы видим, они вообще не стыкуются с тем, что проявлено в этой игре, в коматозном сне. Ну, невероятно. Но это как-то надо пройти, этот период прожить. Наверное, мы его нормально пройдем, отыграем, и дальше все будет в гармонии. И нас будут продолжать радовать очередные результаты, потому что реально темы, которые мы берем и углубляемся, идем все дальше, дальше и дальше. И я благодарю, искренне благодарю тех родителей, которые все-таки доверяют, которые реально отслеживают результаты. Меня очень радует, когда мне присылают видео, когда этот ребенок одевает носочки, я плачу вместе с вами. Сегодня еще один ребенок одевался. Понимаете, это невероятно. Вот ради таких детей можно работать. Но мне интересно, от чего произошло такое? Зачем это вошло в его жизнь? Можно ли договориться с его душой и изменить что-то? Понимаете, подход совсем другой. Нету подхода. Блин, я приду к врачу, и меня врач вылечит, за меня что-то сделает, за меня что-то изменит. Ни хрена, мамочки работают. Те мамочки, которые работают, те имеют результаты. Понимаете? Вот так оно работает. Поэтому вот те моменты, когда человек из своих концепций летит на помощь, смотрите, у нас можно обжечься. Я просто разверну и скажу до свидания. Не буду с вами взаимодействовать. Это право. Это мой выбор. Я вижу в дальнейшем, есть возможность результата у человека. Или нет возможности результата. Когда ко мне обращаются люди с тяжелыми недугами уже во взрослом возрасте и говорят, вы меня вылечите, однозначно не вылечу. Здесь только кладбище вылечит. Понимаете? Если человек не готов меняться, то я за вас не изменюсь. Понимаете? А ваши результаты в ваших руках. Потому что это ваша душа. Это ваша карма. Это ваш род. Это ваша сфера ответственности. Я могу всего лишь указателем дорожным вам показать. У вас вон там, вон там надо разобраться. И если вы будете разбираться, вы будете иметь результаты. Если вы не будете разбираться, вы не будете иметь результатов. Если ваша душа вам передает, что я хочу заниматься этим и этим, а вы будете сидеть на диване и говорить, а почему в моей жизни она этим не занимается? Кто должен этим заниматься? Какое тело должно встать с дивана? Понимаете? Я вашу жопу не оторву. И я благодарю все-таки тех, кто ее отрывает, кто делает, кто меняется. И таких людей сейчас вокруг меня становится больше, больше и больше. И я, в общем-то, и горю благодаря вам. Потому что вы даете эту возможность взаимодействовать с вами. Вы даете прекрасное зеркало обратной связи. И это зеркало, оно просто разжигает огонь внутри. Спасибо вам огромное, дорогие.